это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер более 32 тысяч случаев заражения коронавирусом в день смертность более тысячи человек в сутки коечного фонда лекарств критически не хватает все больше детей госпитализированных с к вид 19 ситуация не просто катастрофическая ситуация такая что похоже действительно не тада кроме того что здесь узнаете что пугает в этом больше всего то что на самом деле большинству вовсе не страшно ну судя по картинке вот представим себе такую картину человек вдруг вышел из комы в которой пребывал два года и оказался на улице то что он увидит на первый взгляд он увидит совершенно обычную жизнь которые люди жмутся друг другу точно медуза у берега ну как удивится этот человек когда узнают что по этим же улицам забитыми людьми медузами гуляет смертоносный вирус возможно один из страшнейших в истории человечества до человек может и не поверить вирус как не верят сегодня в его опасность тысячи других людей тысячи сомневающихся может быть и сотни тысяч вот что может переубедить их возможно мрачный визит в ковидаре где люди лежат в коридорах под его и л или люди лежат в ваннах потому что мест не хватает вот то что я видел своими глазами или может быть их переубедит вид врачей затравлены взглядами которые регистрируют смерти одна за другой или машины скорой помощи которые опять же одна за другой подвозят приемному отделению больных и все как один тяжелый случай к примеру сатурация 50 кислородом 63 и человеку настолько плохо что у него нет сил просто для того чтобы назвать свою фамилию шопенгауэр писал что если бы самого закоренелого оптимиста провести по больницам лазаретом и хирургическим камерам истязаний то его бы объял трепет однако похоже философ пессимист писал не современных людях ведь смотрите современный человек если только он не познал войны нищеты голода подчас более всего боится скуки он жаждет симулякра общества не общество нет а именно симулякра общества хотя давно уже существует тотальном одиночестве и абсолютном равнодушии друг другу ну как у классика лицом к лицу лица не увидать вообще знаете есть в общем то два подхода ну если упростить подход научный и подход теологический божественный вот согласно второму подходу божественному на мой взгляд к вид 19 это нечто вроде но я не знаю чумы из апокалипсиса некой такой кара небесная или наоборот дьявольской заразы а вот согласно подходу первому научному к вид 19 это биологическое оружие совершенное биологическое оружие которое постоянно сама совершенствуется с одной лишь целью убивать и убивать снова люди не верят смерть до последнего однако нужно признать что смерть уже здесь и другой жизни уже не будет и вот как говорил мой знакомый врач умирать не страшно 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 умирать и вот это как раз а к вид 19 вот коронавирус направлен против самой жизни я почувствовал это переболев к вид 19 как бы вытягивает притупляет жизнь ощущение жизни ну я не знаю назовите это как угодно я думаю вы понимаете о чем я говорю вот этот вирус либо погружает злость либо в апатию но в конечном счете в конце концов все становится апатий не хочешь есть не хочешь двигаться не хочешь мыслить не хочешь дышать а потом собственно уже и ничего не можешь внешне же социально вся эта история с пандемией напоминает такую себе фантастику о массовом заражении людей ну вроде компьютерной игры и фильма resident evil обитель зла пример вот там герои напоминаю боролись своего рода против зомби но здесь парадокс тоже не обошлось без них вот похоже стандартное решение здесь действительно не работают вот смотрите власть решила дать гражданам неделю выходных с 30 октября по 7 ноября и логика здесь очевидно все как бы останутся дома и тем самым можно будет как им кажется приостановить распространение коронавируса однако останутся ли люди дома узнаете ли парадокс в том что предстоящая неделя выходных наоборот многих людей активизировала но уже собираются компании в кафе ресторанах шепчут на ушко мол работаем при закрытых дверях заглядывайте более того социальных сетях уже рассылают приглашение на закрытые вечеринки мол не боимся коронавирус и конечно со всех городов россии люди обязательно подтянутся на отдых к морю куда ну в крым ясное дело перефразируя классику киноклассику куплю себе костюм с отливом документов вакцинации и ялту крым заметьте от туристов и праздно шатающихся не закрывают а вот севастополь поступил иначе губернатор вел блокпосты на въезде в город там будут проверять документы о вакцинации решения максимально радикально однако беда в том что говорят то многие но ответственность брать на себя никто ни за что не хочет а вот если иные варианты победить в этой войне особенно тогда когда люди покупают поддельные паспорта вакцинации а после ездят по городам и странам не соблюдая карантин заражают других я сейчас ни в коем разе не чудодейственной силе вакцинации нет я исключительно об образе действия и мышления а это первостепенно важно и тут действительно есть масса вопросов к власти самый простой самый очевидный к чему например было проводить массовые мероприятия вроде алые паруса когда все понимали что впереди реальная страшная угроза да много вопросов но согласитесь тем актуальнее вечный принцип спасению утопающих дело рук самих утопающих и хорошо тебе не нравится это тебе не нравится то ну а что предлагается взамен что ты сам предлагаешь вот примеру идет дискуссия о qr-код да безусловно это нововведение и у меня вызывает массу вопросов потому что действительно это отдает антиутопии в стиле замятина или хаксли однако чему это лицемерие разве до этого у нас не было цифрового рабства разве мы не жили в нем разве у нас не было гаджета который ежедневно передавал куда надо всю информацию она с вами фокус в том что мы давно уже живем в матрице и мы добровольно отдаемся ей вот почему тогда мы с похватились только сегодня и знаете одно дело когда нужно работать и выживать а другое когда ты просто хочешь весело на перегонки за смертью потусоваться человек ненасытного потребления столь блестяще описаны в книге американский психопат он раб и он прав когда заявляет о своем рабстве но фокус в том что он раб не только qr-кода и не столько qr-кода сколько в первую очередь раб собственного комфорта он не способен отказаться от своих милых привычек и потому танцует над к вид пропастью заигрывая играясь со смертью причин тому множество это безответственность легкомысленность но если другое о чем не говорят то что происходит с людьми в игре с к вид 19 это своего рода игра напоминает реальную патологию разновидность извращения что ли ну вот знаете уж простите меня за эту аналогию есть же люди которые любят придушивать себя во время секса ну иногда случается перебор и летальный исход вот так примеру погиб лидер группой nexus майкл хатчинс фокус в том что близость смерти еще больше усиливает кайф и вот тут я вспоминаю блестящую книгу на паскале кеньяра которая называется секс и страх там масса масса умных цитат но есть одна самая ходовая я сейчас ее прочитаю наслаждение смерть зачаровывают свою жертву одним и тем же приемом повергая в оцепенение воробушек которому угрожает сокол сам бросается к нему в клюв то есть смерть такова она зачарованность толкающая живое существо на смерть лишь бы избавиться от ужаса ею внушаемого желание это и есть страх но вот страх исчезает когда исчезает желание беда в том что вместе с ним исчезает и сама жизнь вот просто скажу как фильмах ужасов да герой боится страшно боится идет закрытой двери понимая что там опасность но он все равно хочет узнать что же за ней открывает эту дверь и тут бац к вид 19 это болезнь не только физическая болезнь не только психологическая но и болезнь социальная и потому ее нельзя победить быстро потому что коронавирус есть плоть от плоти того времени в котором мы сегодня существуем он платят плоти той эпохи в которой не нужны медицина образование в которой врачи получают меньше эскортниц в которой верят коучем колдунам но не верят там не не знаю священникам ученым все это социальная болезнь и тут знаете ли возможно стоит быть но хотя бы чуточку старомодным чтобы вспомнить старую прописную истину подобные эпидемии даются для переосмысления осознания чего-то действительно важного но вы знаете после франко-прусской войны великий писатель гюстов флабер своем дневнике сделал следующую заметку чтобы не случилось люди останутся идиотами вот мне интересно чтобы гюстов флабер написал сейчас это была программа игра в классики меня зовут платон беседен берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удача вам любви и терпения